Толком и не скажешь, кто больше переживает за победы и поражения в соревнованиях. Дети или родители рассуждают между собой, папы и мамы на обровке футбольного поля семейного спортклуба. Здесь круглый год проходят разнообразные соревнования для детсадовцев и школьников. Сейчас за кубки медали веселых стартов состязаются 16 команд. Проигравших нет. Кому грамоту за участие, кому медаль. И всем отличное настроение. У нас постоянно происходят спортивные соревнования. Мы участвуем в каждом из. Потому что на самом деле это такой командный определенный дух. И ребенок ждет соревнования. Это интересно, это увлекательно. Ребенок стремится. И самое важное, что они занимают призовые места. Для них ценность. В этом году веселые старты выиграл 378 детский сад. И хотя мальчишкам и девчонкам нет и восьми, физрук готовил сборную команду по всем правилам профессионального спорта. Общефизическая подготовка, многократное прохождение эстафет, которые будут на соревнованиях. И самое главное – воспитание характера победителя. Самое главное – это сплоченность детей. Чтобы они были сплоченные, дружные девочки с мальчиками. Именно конкуренция какая-то у них была, борьба. А потом я всегда говорю своим воспитанникам, что не забывайте, что вы один за всех и все за одного. Вы одна команда. И возможно нам всегда везет, помогает. Детсадовские веселые старты проходят в промышленном районе уже пятый год. Участники успешно выступают на школьных спортакиадах. Ходят на тренировки по разным видам спорта. Главное, по мнению Виктора Воропаева, одного из организаторов физкультурного движения в районе – это привлечь детей и молодежь к здоровому образу жизни. Стараешься им помочь чем-то. Меня это всегда вдохновляет. Вдохновляет то, что эти дети не будут ни наркоманить, ни курить, ни пить. Вот это вот главное, наверное, и для общества, и для родителей, и для государства. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Спасибо. 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 Спасибо.